Здравствуйте, пришел забрать свои документы. Фаргат Гизатуллин построил свой дом в Высокогорском районе еще два года назад. Оформлять землю в собственность официально не спешил. Оказался в БТИ, как только узнал, что заявки будут принимать до 1 марта. Потом могут возникнуть проблемы. Удобно то, что ехать не надо. Я сам работаю в Казани, и в Казани здесь документы можно оформить. Здесь же в БТИ. Приходишь, документы сдаешь и получаешь. Успеть подать заявку до 1 марта значит воспользоваться дачной амнистией в упрощенном порядке. Причем благодаря программе Росреестра сделать это можно, даже не выходя из дома. С прошлого года стали принимать документы в электронном виде. Это позволяет еще более ускорить процесс регистрации объектов недвижимости. Такая система позволила разгрузить офисы БТИ, а они представлены в каждом районе республики. Очередей здесь нет. Главное иметь при себе необходимые документы. Необходимо разрешение строить документы на землю. Все, в принципе, документов достаточно. Мы подготовим вам технические документы и направим на регистрацию права собственности. Право воспользоваться дачной амнистией и приватизировать земельный участок с 2006 года по инициативе Владимира Путина имеют собственники жилых помещений, гаражей и участков в садовых обществах. Как показывает практика, все чаще в последнее время владельцы недвижимости намеренно ее не оформляют. В таком случае органы местного самоуправления имеют полное право оформить ее как муниципальную собственность. Такой опыт уже два года успешно используют в Московской области и, возможно, применят в Татарстане. Ну а воспользоваться ли дачной амнистией каждый татарстанец выбирает для себя сам. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова